Всем привет! Сегодня поговорим о заборах Австралии. Для чего они нужны? Что за ними прячут? Проход в Антарктиду или что-то еще? Раньше Австралия выглядела совсем по-другому. Есть вот такая карта, где в глубине континента располагается крупный водоем, в который втекают две реки и вытекает одна широкая река. Сейчас ни этого водоема, ни реки нет. Большая часть Австралии – суровая пустыня, где очень жарко днем и холодно ночью. Исследовать эти пустынные территории не представляется возможным, так как центральная часть Австралии огорожена двумя заборами, восточным и западным. Давайте посмотрим на карты. Вот карта плотности населения. Больше всего живет на юго-востоке Австралии. Вот карта пустынь. А вот карта, на которой показан восточный забор. Протяженность забора 5600 километров. Он разделяет материк от моря до моря и отгораживает самую заселенную часть Австралии от малозаселенной пустыни. Официально забор предназначен для защиты от собак Динго. Но это не точно. На западе Австралии есть другой забор. Вот он на карте. Забор номер один разделяет континент от моря до моря. Его протяженность 1800 километров. Официально это забор от кроликов. Но это не точно. Всего на западе три протяженных забора. Суммарная длина заборов на западе 3256 километров. Заборы патрулируются, их ремонтируют, вырубают деревья и кустарники на прилегающей территории, поддерживают в работоспособном состоянии. На это тратятся огромные деньги. Некоторые участки забора дополнительно защищены оголенными проводами под напряжением. Попытавшемуся пересечь забор грозит тюремный срок или крупный штраф в размере 20 тысяч долларов. Зачем же так усиленно охранять пустыню? По версии независимых историков, в начале 19 века ядерная война южных стран с севером. Со стороны юга как раз были Африка и Австралия. Подтверждение этому нашел Вадим в документах МАГАТЭ. Если вкратце, каждое месторождение урана уникально и имеет свой характерный след наподобие отпечатков пальцев у человека. Согласно докладу МАГАТЭ, на территории Сибири есть следы африканского урана, а на Дальнем Востоке – африканского и еще австралийского. Как он мог туда попасть, как вы думаете? Для того, чтобы могла произойти война с Австралией, этот континент должен был быть сильно развит. Сейчас нам кажется, что это невозможно, поскольку заселено только побережье, а оставшаяся часть континента – суровая пустыня. Но согласно этой карте, в Австралии пустыня была не всегда. Да, кстати, в Австралии, как и в Африке, очень много полезных ископаемых. И по непонятным причинам, согласно официальной же версии, эти полезные ископаемые не привлекают тех, кто знает, что надо с ними делать. И якобы на богатейших месторождениях тысячи лет живут аборигены, и никто этими месторождениями не интересуется. Посмотрите фильм «Кровавый алмаз» с Ди Каприо. В этом фильме наглядно показано, как агрессивно европейцы относятся к аборигенам, на территориях которых есть полезные ископаемые. Цитата из фильма «Мы молимся, чтобы у нас не нашли нефть». В общем, лично мне с трудом верится, что земли, на которых очень много полезных ископаемых, столетиями не привлекали хищных европейцев. Как мы знаем, активно заселять Австралию стала Англия лишь в 1860-х годах. А до этого кто мешал? Так что же прячут за забором Австралии? Давайте рассуждать в обратной последовательности. Если была ядерная война, юг против севера, то ракеты летели как из Австралии, так и в Австралию. Это значит, что в Австралии были города и ракетные шахты. Это было возможно при другом климате, а до войны он как раз и был другим. Вспоминаем карту. Плодородные земли превратились в пустыню недавно и из-за войны. После апокалипсиса начинались войны за ресурсы. Кушать нечего и каждый сам за себя. Как пример, наши любимые набеги татаро-монголов. Только с официальной датой я бы поспорил. Если вы хотите прикоснуться к не менее интересной истории, для этого есть финка НКВД без гарды от Ножи Барк. Легендарный нож в стильном исполнении, ручная работа настоящего кузнеца с 20-летним опытом. Рукоять сделана из стабилизированной березы, а лезвие из закаленной стали 5-хром-13-малибден-ванадий. Нож выдержит любую нагрузку, разрубит металлический профиль, проволоку, крыло автомобиля, да что угодно. Есть сертификат, что нож не является холодным оружием. Кузнец дает пожизненную гарантию на свои ножи. Рекомендую кузницу Барк. Заходите к ним в Телеграм или в Ватсап по ссылкам в описании, заказывайте крутые ножи ручной работы, а по кодовому слову разгадки вам дадут скидку 5%. А мы продолжаем. Так вот, по моей версии, за забором Австралии прячут руины уничтоженных городов, заводов, военных объектов. Кроме того, за заборами Австралии может быть просто небезопасно, там может быть повышенный фон радиации. Есть ли подтверждение того, что за забором Австралии повышенный радиационный фон? Оказывается, есть. Давайте почитаем статью. Она довольно старая и то, что описывается как планы, уже давно реализована. Горнодобывающая компания Rio Tinto уже больше года реализует проект Mine of the Future. Австралийский регион Пилбара – один из самых богатых железной рудой в мире. Запасы оцениваются более чем в 140 миллиардов долларов. И одновременно крайне тяжелые для жизни человека. Именно здесь десятки машин весом в сотни тонн практически без участия человека круглосуточно добывают сотни тысяч тонн руды. Добыча полезных ископаемых роботами достигла промышленных масштабов. Каждый карьерный робот-самосвал весом в 500 тонн двигается со скоростью 50 километров в час. Почти в два раза выше, чем у опытных водителей. Точность ориентации роботов 1-2 сантиметра. Машиной полностью управляет компьютер, а оператор, который находится за полторы тысячи километров от месторождения, только наблюдает. Давайте для понимания укажу на карте, где находится месторождение. Оно вот здесь, а центр управления находится в городе Перд, вот здесь. Причину роботизации добычи руды объясняют жарой и недостатком желающих работать. За пару недель работы они готовы платить 20 тысяч долларов, что при курсе 90 рублей за доллар равно 1,8 миллиона рублей. Но желающих якобы нет. Основной проблемой компании, занятых добычей полезных ископаемых в пилбаре, является недостаток квалифицированного персонала. Очень трудно найти людей, которые даже за большую зарплату. Средняя зарплата машинистов-локомотивов составляет, например, 20 тысяч долларов за двухнедельную вахту, согласны работать в постоянном стрессе и жаре. И вот компания Рио Тинто совместно с инженерами из КамАЦУ успешно реализует проект по роботизации работы целого разреза. Чуть больше трех часов необходимо для загрузки поезда длиной 2,5 километра. И вскоре беспилотный состав массой около 26 тысяч тонн, грохоча устремляется к морю. Там руда грузится в трюмы кораблей рудовозов, которые уже через неделю встанут на рейде одного из японских, китайских или южнокорейских терминалов. Еще через пару дней она превратится в сортовой прокат. Можем сразу вспомнить карту заборов, и получается, что поезд проходит как минимум через два забора. Аналогичные заборы есть и в Африке, их показывал Олег, канал «Темная сторона». Новости с другого сайта. За последние семь лет компания Рио Тинто потратила на автоматизацию поездов почти один миллиард долларов. Для начала была подготовлена инфраструктура, пути оснастили камерами, взяли под контроль железнодорожные переезды. Первые поездки мало чем отличались от традиционных. В кабине по-прежнему находился машинист, он следил за правильностью поведения компьютера и алгоритмов. Параллельно за поездом наблюдали из центра управления на удалении в полторы тысячи километров. Затем машинисты-наблюдатели отправили в отпуск, оставив только удаленный контроль. Теперь грузы переводят в поездах без людей. Мой комментарий. Роботизацию в карьере они оправдывают жарой, вибрацией, густой пылью и, что крайне сложно, в Австралии найти машинистов и водителей. Но зачем тратить один миллиард на автоматизацию поезда? Из негативных факторов в поезде осталась только жара, вибрация, как и везде, пыли от карьера уже нет. Зачем этот процесс автоматизировать? При желании в кабину машиниста легко можно установить более мощный кондиционер. Хоть джакузи, только плати. Давайте посчитаем, ведь нельзя забывать про ТЭО, технико-экономическое обоснование. Месяц это двухнедельные вахты, по 20 тысяч долларов. Итого 40 тысяч на машинистов. В год это 480 тысяч долларов. За 10 лет 4 миллиона 800 тысяч долларов. Я не знаю, сколько у них составов, например, 10. За 10 лет это всего-навсего 48 миллионов долларов. Я посчитал, чтобы окупился 1 миллиард, 10 составов должны ездить 209 лет. Я, конечно, понимаю про распилы и откаты, но дело в том, что компания на 2022 год имела общий долг 44 миллиарда 807 миллионов долларов. Какая-то сомнительная экономия. Еще неизвестно, сколько компания потратила на беспилотные самосвалы и общую систему автоматизации. Допустим, в руднике еще как-то можно понять роботизацию. Допустим, пыль сильно мешает обзору, и действительно, люди часто совершали ошибки и происходили аварии. Но автоматизация поезда совершенно выбивается из логики. Единственное, что я могу предположить, что на пути следования поезда что-то есть неудобное, какие-то руины. Плюс на пути следования может быть повышенная радиация, которой официально нет и быть не может. В самой Австралии им сложно находить машинистов, а те, которые там работают, подписывают соглашение о неразглашении и за ними присматривают местные спецслужбы. Если там радиация, то машинистов обследуют, лечат, при превышении полученной дозы их отправляют на курсы реабилитации, а затем на пенсию. А вот если приглашать машинистов из-за границы, приехав домой, они могут начать рассказывать различные неудобные истории. Медицинский осмотр выявит облучение. А если, не дай бог, они снимут на видео что-то неудобное и выложат в сеть, то тогда всю мировую историю придется переписывать. Продолжим читать статью. Еще одно выдающееся технологическое достижение в рамках проекта Mine of the Future – автоматизация сложнейшего процесса бурения взрывных скважин для вскрыши породы. Старинный партнер Rio Tinto компания Terex Mining, специализирующаяся на буровом оборудовании, разработала для роторных буровых станков программное обеспечение и комплекс телематики, базирующийся на GPS-позиционировании. Четыре гусеничных агрегата, оснащенных пневматическими компрессорами высокого давления, позволяют использовать для бурения не только обычный вращающийся бур, но и погружной пневмомолот. Буровой робот может вгрызаться в породу на 6 метров в час быстрее, чем такая же машина с оператором в кабине. Скважины автоматически укрепляются и расширяются снизу вверх, от забоя к устью, для более эффективного подрыва заряда. Ученые из университета Сиднея, сотрудничающие с Rio Tinto, считают, что через пару лет смогут автоматизировать геологоразведку – сакральный процесс, немыслимый ранее без участия человека. Если раньше для оценки конфигурации объема рудного тела и содержания железа в нем требовалось сделать тысячи скважин, отправить поднятый керн в лабораторию и через пару месяцев получить заключение, то скоро вся эта рутинная работа будет занимать секунды. Для этого будут разработаны мобильные лаборатории, буквально видящие сквозь землю и не требующие трудоемкого бурения. У Rio Tinto и ее партнеров масса работы. Вскоре в Вест-Анджелес доставят еще 17 роботов Камацу 930 и 4AT, 5 бульдозеров, 4 грейдера и 3 буровых станка. Руды в этом районе хватит на несколько десятков лет. Очереди на освоение ждут и богатейшие месторождения Парабурду, Маранду, Брокман и Янди. И это не считая залежей бокситов, меди и редкоземельных металлов, спрос на которые стабильно растет. Климат в Западной Австралии вряд ли изменится, а значит у компании нет другого пути, кроме дальнейшей автоматизации добычи. Вот такие пару статей. Очень дорогостоящую роботизацию сваливают на жару, как будто не существует кондиционеров. Якобы за 20 тысяч долларов за две недели и никто не хочет там работать. Я думаю за указанную сумму у них была бы очередь из желающих. Кстати, отличная новость. Я вместе с друзьями открыли интернет-магазин умных и полезных книг. Хочу порекомендовать наборы сталинских учебников для школы. Первый, второй, третий, четвертый класс, а также пятого, десятого класса. Ссылки в описании под видео. И в завершение. Помните про австралийский уран на Дальнем Востоке? Давайте посмотрим кусок из старого видео. Теперь обещанные случаи обнаружения радиации и изотопов. Случай первый. Здравствуйте. Хотел поделиться с вами одним рассказом. Мне его брат рассказал. Он работает взрывником на Дальнем Востоке, в частности в Хабаровском крае, и поведал мне одну историю. Они сопки взрывают на Сихоте-Олинь для строительства федеральной трассы. Так вот, прежде чем убирать слой, они бурят лунки в глубину, не знаю на сколько метров, и проверяют радиацию. В некоторых местах так зашкаливает фон, что похлеще Чернобыля. Начальство тут же дает приказ сворачиваться и переходить на новое место. Я у него спрашиваю, мол, почему нельзя напрямую сделать дорогу, а не серпантин с множеством поворотов. А он говорит, что вот из-за всего этого, что связано с радиацией. Ну и от себя, конечно, добавил. Так, догадки, конечно. Мол, была война очень давно. А может и не очень. Другая цивилизация и все дела. Сама себя уничтожила. А мы на руинах живем и последствия разгребаем. Что если обломки зараженной техники, зданий, реакторов, заводов по обогащению урана и сам обедненный уран, в общем, все, что фонило после войны, свозили в кучи и засыпали толстым слоем глины, а потом щебня. Всем, чем могли засыпать в то время. В итоге получились сопки. Кстати, внутри может быть бетон или что-то подобное, а щебнем присыпали сверху, чтобы было похоже на природное образование, которое якобы ледник создал. Почему собрали в сопке, а не закопали под землю? Скорее всего, надо было срочно деактивировать радиоактивные обломки и отходы, а выкапывать в скальном грунте котлованы просто не было времени и или технических возможностей. Тут, кстати, есть повод задуматься, какая техника была задействована при таких работах и куда она делась. А еще есть ядерный могильник Окла в Габоне, Африка, и ядерный рудник Большой каньон в США, но это тема для отдельного видео. А на этом все, не забывайте подписаться на телеграм, пишите комментарии, до новых встреч, пока!